МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике продолжается контроль паводковой ситуации. Ну, как-то хочется привет оттуда передать, чтобы люди были уверены, что все доходит. Жителям Карелии вручили благодарственные письма за помощь участникам СВО. Это будет довольно интересно, что будет рассказать потом внукам, детям все-таки такое мероприятие. Поддержать культуру Карелии. Пара из Петрозаводска сыграла традиционную русскую свадьбу за Онежья на выставке «Форме Россия». Уровень воды на реке Лососинки достиг 103 сантиметров. До критической отметки еще далеко, однако с учетом обильных осадков. Принято решение поднять затвор на лососинской плотине на 10 сантиметров. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил Артур Парфинчиков. По его поручению в республике продолжается контроль паводковой ситуации. Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик проверил ход выполнения работ специалистами Республиканской поисково-спасательной службы по обеспечению безопасности жителей домов поселка Видоны вдоль реки Шуя. Председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения доложил премьер-министру, что в настоящее время ледоход по реке проходит в штатном режиме и опасность подтопления участков поселка Видоны отсутствует. В случае выявления ледяных заторов сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы в кратчайшие сроки выполнят необходимые работы. Александр Чепик заявил, что ситуация с весенним половодием в Карелии находится под контролем. У нас проверены местовременные размещения людей, возможно, в случае подтопления. Запасы продуктов питания, лекарств у нас сформированы. Учения проведены. У нас все руководители местного самоуправления, главы поселения, все предупреждены. Все должны лично контролировать. МЧС также контролирует вместе с нами эту ситуацию. По словам премьер-министра, мостам сейчас уделяется особое внимание. Также он отметил, что в республике после зимы накоплен большой объем снега. Массовое таяние может привести к резкому подъему воды в Петрозаводске на севере и юге республики. В Главном управлении МЧС России по Карелии предупредили о сильном дожде, который сегодня ожидается в южных районах республики. Под действия опасного явления могут попасть в Петрозаводск, Петкиранский муниципальный округ, а также Кандапожский, Лахденпогский, Аланецкий, Прионежский, Пряженский и Сартовальский районы. МЧС рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте, а при необходимости удостовериться в наличии буксировочных устройств и записать телефоны экстренных служб. Также в управлении посоветовали ограничить нахождение детей на улице без сопровождения взрослых. Четыре медика Кандапожской ЦРБ стали обладателями служебных квартир в новом доме. Ключи от жилья по поручению Артура Парфенчикова вручил премьер-министр правительства Карелии Александр Чипик. Как куратор сферы здравоохранения республики он также проверил условия работы врачебной амбулатории в поселке Эсела. Подробнее расскажет Егор Буяла. Врач-терапевт Вадим Лобецкий приехал в Карелию из Краснодарского края. Устроился в Кандапожскую ЦРБ по программе «Земский доктор». Новая служебная квартира решила вопрос с поиском жилья. Осталось привыкнуть к климату. Вадим заверяет, что карельский холод ему не страшен. Уже привыкший. У меня как бы корни сибирские, как бы родители из Сибири. Как бы мне тут нормально. Вита Мельникова работает старшей медсестрой в Кандапожской больнице больше 20 лет. Для ее семьи служебная квартира – первое собственное жилье. Планы уже есть, конечно, что купить, что обставить с семьей, да, с ребенком, с мужем. Ключи от квартиры в новом доме получили также медбрат из Кондабаги и стоматолог из Республики Татарстан. От лица руководителя региона медиков поздравил премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик. Хочу, чтобы ваши дети и вы здесь почувствовали себя как дома, оставались здесь жить и чувствовали себя комфортно и спокойно в этом городе. Премьер-министр подчеркнул, что с 2018 года в республику удалось привлечь 164 семьи медработников. Это результат кадровой политики в сфере здравоохранения, которую выработали карельские власти. Примером ее эффективности служит эсэльская амбулатория. Она полностью укомплектована специалистами. Здесь трудятся педиатр, два участковых терапевта, шесть фельдшеров скорой помощи, девять медсестер. Обеспечить медучреждение квалифицированными кадрами помогает программа «Земский доктор». В ее рамках из Псковской области в ССЛу жить и работать старшим фельдшером отделения скорой помощи переехала Любовь Кириллова. Я впервые столкнулась с тем, что все обещанное выполняется. Это и уровень зарплаты, он выше, чем по Псковской области. Это условия работы, это, ну, сами видите, в каких мы условиях работаем. Везде делаются ремонты, везде идет обеспечение и лекарственными препаратами, и расходами материалами, и автопарк меняется. Я получила хорошую должность, хорошее начало. За беседой с Александром Чепиком Любовь рассказала, что и с жильем все прекрасно. Квартира двухкомнатная, в шаговой доступности от работы и школы, в которой учится ее дочь-одиннадцатиклассница. Условиями работы в амбулатории доволен и местный врач-стоматолог из Архангельской области Михаил Балакшин. Говорит, что радует новое оборудование. Его закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По графику в амбулатории ведут прием специалисты из Пряжинской больницы, в том числе хирург и гинеколог. Налажена регулярная работа флюорографа и УЗИ. Комфортные условия амбулатории эссейлы высоко оценивают не только врачи, но и жители поселка. Мы довольны. Очень хорошо. Ремонт сделан хороший. Медики очень положительно относятся, потому что они нас всех знают, знают наши болячки. И поэтому им проще нам оказывать помощь, чем в городе объяснять какому-то врачу, что у нас болит, как болит, сколько болит. Вот поэтому вот наше такое мнение. Вы согласны? Согласны. Александр Чепик подчеркнул, что в последние годы по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в модернизацию первичного звена здравоохранения республики вложены значительные средства. То оборудование, которое здесь было приобретено, во-первых, позволяет людям отсюда не выезжать и получать максимальные услуги прямо у себя дома. А с другой стороны, это как раз та задача, которую нас глава поставил по снижению смертности в республике в рамках диспансеризации, спонсерного наблюдения. В мае в Эссельской амбулатории начнет работу передвижной «Момограф», который в 2023 году Карелия получила по программе Минпромторга России. Егор Буяло, Станислав Шведов, Служба новостей. Карельские блогеры побывали на трех петрозаводских предприятиях. Экскурсоводом для них выступил глава республики Артур Парфенчиков. Уникальный пресс-тур позволил ребятам и их подписчикам посмотреть на то, как делают металлоконструкции, спортивные тренажеры и пожарных роботов. Первой точкой экскурсии по петрозаводским предприятиям для молодых блогеров стал завод по производству металлоконструкций стройтехника. Здесь появляются на свет как многотонные металлические скелеты торговых центров, так и миниатюрные, обработанные на высокоточных станках запасные части для различного оборудования. А с каким образованием берут специалистов к вам на предприятие? Значит, с ЧПУ, это техникум наш. У нас вот вы проходили, есть молодые ребята, видно, это студенты. Пока переезжаем между объектами, Артур Парфенчиков общается с ребятами, отвечает на вопросы. Цель пресс-тура – не только познакомить блогеров с промышленностью, но и наладить общение власти с молодежью. Будьте любезны, представьтесь. Меня зовут Роман Шпет, я диджей, музыкант, хороший человек. Удалось с главой парой слов перекинуться, что-то спросить, может быть? Да, я задал самый простой и самый человеческий вопрос. Как настроение? Как у вас дела? То есть задают часто по работе, да, там вот эти все великие, большие вопросы. Я сказал, да все хорошо, Роман, все хорошо. Попасть на предприятие просто так нельзя, но благодаря пресс-туру у блогеров и их подписчиков появилась возможность увидеть, как создают уникальные промышленные продукты. Например, инновационные пожарные роботы компании «ФР», которые защищают от огня космодромы, стадионы и промышленные площадки. Когда меня пригласили, сказали, что есть такая возможность, и оказывается, нельзя просто так попасть. Я согласился, потому что побывать на таких промышленных предприятиях удивительно, уникально, как сегодня сказал глава. Как выразился Артур Парфенчиков, этим пресс-туром он хотел показать, что язвительное название карельской столицы Петромагазинск больше не актуально. Город возвращает себе статус промышленного центра республики. Я участник всероссийских форумов, форумов региональных, поэтому мои подписчики – это мои студенты, коллеги по работе. Я думаю, данная тема тоже будет интересна, потому что многие смотрели в интернете, читали, может быть, по телевидению видели об объектах, но, например, что кто-то, коллега, например, как я съездила, посмотрела этот завод, наверное, это будет интересно. Когда я приезжаю на какой-нибудь объект, я сразу примечаю. Так, можно наших студентов вывезти, рассказать, показать. Также ребята узнали, как производят уличные спортивные тренажеры MB Barbell. Мировую известность они получили благодаря уникальным технологиям производства, которые делают снаряды неубиваемыми для вандалов и природного влияния. Лёгкие в обслуживании, в каком-то ремонте. То есть это, наверное, я называю наши тренажёры «Танк-334», но в таком современном апгрейде. В конце экскурсии – традиционное селфи с головой. Этот пресс-тур уже третий по счёту и, конечно, не последний. В одном Петрозаводске ещё десятки уникальных производств. Ещё блогеры выразили желание поехать в районы, посмотреть на пищевые, сельскохозяйственные предприятия и карельские мегазаводы. Илья Лопухин, Станислав Шведов, Служба новостей. Жителям Карелии вручили благодарственные письма за помощь участникам СВО. Встреча прошла в торжественной обстановке в Петрозаводске. Ответили представителей Народного фронта, водителей, волонтёров из деревни Котка, Зирал-Онецкого района, в том числе активистку Елену Нянтьеву. Кроме того, благодарности от командиров были удостоены жители посёлка Пай из Прионежья, представители волонтёрского движения «Зов Карельские сети», которые с марта прошлого года сделали около 10 тысяч квадратных метров сетей. Вместе с ними отметили мастериц движения «Сети Победы» из Мегриги, отряд «Рысь», детские сады номер 22 и 83, а также благотворительный фонд «Живой город», который отправляет на передовую продукты. Немалую помощь с начала спецоперации оказывает и участница волонтёрского движения по зову сердца Маргариты Лапцева. В зоне СВО находится её муж. Год назад она лично стала ездить на передовую. Ребята решили поблагодарить оттуда. Ну, как они ещё могут, что они могут сделать? Я приехала, передали благодарственные письма. На данный момент это 27-е письмо. К сожалению, не все смогли сегодня прийти. Но как-то хочется привет оттуда передать, чтобы люди были уверены, что всё доходит. Объёмы гуманитарной помощи растут. В последний раз отправили порядка 25 тонн. Сейчас, в преддверии лета, военнослужащим больше всего необходимы влажные полотенца, вода, газовые баллоны и плитки, а также спальные мешки и туристические коврики. Очередной сбор будет организован 6 мая с 9 до 17 часов по адресу Дзержинского, 3. Учёные установили, как синий спектр света влияет на ожирение, а в гонке ГТО на Кургане сможет принять участие больше желающих, чем было заявлено ранее. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». За три месяца текущего года в Петрозаводске зафиксирован рост количества ДТП на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 60% снизилось количество погибших. Большая часть ДТП произошла по вине водителей. В Петрозаводске с 15 апреля изменится схема движения на Зарике. Проезд автомобилей запретят в районе дома номер 1 по Волховской улице. Ограничения связаны с плановыми работами на тепловых сетях. Ученые установили, что воздействие синего спектра света перед сном приводит к увеличению уровня гормона стресса, кортизола и риску ожирения. Среди авторов исследования был старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Коломейчук. К гонке ГТО на Кургане допустит 600 человек, а не 504, как было заявлено ранее. Об этом сообщил заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук в эфире программы «Тема дня». Команды пробегут кросс с препятствиями уже 28 апреля. Пара из Петрозаводска сыграла традиционную русскую свадьбу за Онежья на выставке в форуме «Россия в Москве». Как она прошла и почему свое знакомство молодожены называют чудом, расскажет Любовь Цыганова. Молодожены из Петрозаводска Мария Мишина и Александр Кобрин познакомились в новогоднюю ночь. Встреча оказалась судьбоносной. Молодые люди готовятся к свадьбе. Остаются считанные мгновения до начала церемонии. Невеста готова. Традиционный свадебный наряд за Онежья впечатляет. Сорочка с пышными рукавами, штофный сарафан, корона и жемчуга. Невесте повязали шелковую ленту, которую затем передали жениху как символ расставания невесты с девичьей волей и передачей своей воли мужу. Это будет довольно интересно, что будет рассказать потом внукам, детям все-таки такое мероприятие. Поддержать культуру Карелии, чтобы не забывались, как это было раньше, происходило. Я думаю, это людям интересно тоже вспомнить. Свадьба началась. Вся программа прошла по русским народным традициям в сопровождении зонежских песен. Знакомство жениха и невесты, хороводы и обереги со свечами. Молодым поднесли коровай с чарочками и перевязали их рушником. После завершения всех ритуалов состоялась официальная церемония бракосочетания. Сотрудник ЗАГСа Карелии объявила Александра и Марию мужем и женой. Долгая подготовка и предсвадебное волнение позади. Мария и Александр теперь муж и жена. Прямо сейчас на международной выставке-форуме «Россия» в 75-м павильоне молодые скрепили свои жизни узами брака и показали жителям и гостям столицы, какая же она – традиционная карельская свадьба. На что больше всего обратили внимание? Что больше всего вас впечатлило сегодня? Ну, вот тексты песен сами по себе очень интересные. И хореография немножко другая. Вот мне очень вот так, ну, новизна понравилась. Свадьбу в русских традициях Занежья вместе с молодоженами подготовил ЗАГС Карелии и ансамбль русской песни «Катюша». А какая же свадьба без танцев? Участники ансамбля пригласили гостей из зала в кругу. Древний круговой карельский танец. Такие обряды мы уже многим-многим очень молодым сыграли в нас в Петрозаводске. И они очень пользуются популярностью, потому что это действительно получается праздник. И жених и невеста, они ощущают настоящий праздник, когда русская песня вокруг них. Вот эти обряды, тем более то, что у нас получается во время нашего выступления. И, конечно, с песнями, с русскими народными песнями и танцами. От правительства Республики Карелия молодоженам вручили сертификат на турпоездку в любую точку России. Танцев и праздника много не бывает. Молодожены продолжат отмечать и по приезде в Петрозаводск. Любовь Сыганова, Дмитрий Усиченко, Служба новостей, Москва. 12 апреля во всех субъектах Российской Федерации прошла ярмарка вакансий. Карелия не стала исключением. В Петрозаводске встречи соискателей и работодателей прошли в кадровом центре на улице Кирова, 25. Помимо собеседований, все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, научиться правильно составлять резюме, пообщаться с профконсультантами и психологами. По словам заместителя начальника управления труда и занятости Карелии Юрия Борисова, рынок труда в республике находится в стабильно хорошем положении. Оровень безработицы составляет всего 0,7% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Всего по Карелии предприятия предлагают почти 7 тысяч вакансий. Такие ярмарки – эффективный инструмент как для работодателей, так и для потенциальных сотрудников. Со стороны работодателей я знакомлюсь лицо со своими конкурентами, я их вижу, я вижу, что они предлагают. И, соответственно, мы тоже выстраиваем политику, чтобы быть конкурентоспособными. И мы также подстраиваемся под соискателей, под их требования. Мы разговариваем вживую с людьми, видим их, это тоже важно. На ярмарку пригласили школьников и студентов, ведь для них это отличная возможность попробовать себя на собеседовании с работодателем и уже начать подбирать подходящую вакансию. Я сюда пришла ознакомиться с работодателями, посмотреть, куда требуются работники и найти для себя лучший из вариантов. Это очень удобно, что ты, например, не ходишь сам, не ищешь где-то в интернете, а приходишь, и тебе все в одном месте рассказано и доступно показано. Напомним, кадровый центр работы России, в котором прошла ярмарка вакансий, открылся в Петрозаводске в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Реализация национального проекта образования в нашей стране позволила существенно улучшить условия для детей. Появились новые детские сады и школы, а в некоторых проводятся капитальные ремонты. Развиваются кванториумы и точки роста в сельских районах. В образовательной организации поставляются современное школьное оборудование и средства обучения, но и работники сферы образования не остались в стороне. Так, в рамках проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» представляются возможности и сервисы для профессионального развития и карьерного роста. Получить такие возможности просто. Достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности в нашем сюжете. По всей России идет заявочная кампания на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель – создание условий формирования кадрового резерва для системы образования страны. Поддержка и выявление талантливых управленцев, мотивированных педагогов. Предоставление возможностей карьерного и профессионального развития. Вовлечение студентов в педагогические профессии. «Флагманы образования» уже зарекомендовало себя как флагманский проект в сфере образования. И последний сезон, и предстоящий сезон направлен на выявление лучших управленцев страны и попадание в федеральный педагогический кадровый резерв страны. Цель – это выявить лучших из лучших и помочь в сфере образования лучшими кадрами. Участники проекта получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Участники конкурса видят эту траекторию, эту живую возможность. А с другой стороны, система образования получает возможность увидеть тех заинтересованных специалистов из каждой точки нашей страны, кто готов работать на благосистеме образования. Стать участником флагманов образования могут педагоги, управленцы в сфере образования, студенты, высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения старше 18 лет. Ограничений нет. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участие бесплатное. В Кондопоге завершились традиционные соревнования по фигурному катанию «Солнечные зайчики». В их рамках впервые в Карелии прошел прыжковый турнир. Пожелать успехов юным спортсменам приехал приглашенный гость, чью имя до последнего оставалось загадкой. Подробнее смотрите далее. «Солнечные зайчики» – это заключительный старт по фигурному катанию в Карелии в этом сезоне. Выступить в Кондопогу приехали более 200 спортсменов из Мурманской и Ленинградской областей. Юные, смелые, хрупкие, но сильные. Они – будущее нашего спорта. Ксения Сойкина катается на коньках уже 10 лет. Одна из главных целей фигуристки – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Девушка рассказала о том, что поможет ей добиться желаемого. «Я думаю, это умение спасать прыжки. То есть вывозить их из таких моментов, где кажется, что все, уже не спасти. В первую очередь нужно выпрыгнуть все дупли, выпрыгнуть все двойные прыжки, сделать вращение на максимум, то есть на четвертый уровень, и показать хорошие нижние оценки». В рамках соревнований «Солнечные зайчики» впервые в Карелии прошел прыжковый турнир. Он состоял из пяти отборочных и одного финального тура. «Впервые в Карелии. И, насколько я не ошибаюсь, наверное, по регионам в принципе не проводили ни разу, не считая, конечно, чемпионат по прыжкам России. Мы решили попробовать. Сейчас посмотрим, какой это получится опыт. Если, скажем так, все срастется, я думаю, что это тоже станет традицией раз в год проводить такой чемпионат». Кульминационным моментом соревнований стало появление Владислава Дикиджи, одного из сильнейших фигуристов России. Спортсмен выполняет элементы ультра-Си, прыгает все четверные прыжки. В кондопоге он выступил с показательным номером и провел автограф-сессию. «Впечатление, честно, невероятное. Лед замечательный, поддержка болельщики, публика просто восхитительная. Я даже не ожидал, что меня так будут встречать здесь. Это на самом деле очень приятно». Соревнования были праздником спорта для всех. А появление спортсмена высочайшего уровня наверняка послужило мотивацией для юных фигуристов. И, вероятно, спустя годы уже они будут приглашенными гостями в разных городах страны. Любовь Цыганова, Александр Борисов, Служба новостей. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи.